Воинский призыв в России действует полторы сотни лет. Каждый человек мужского пола должен служить в армии по призыву в течение года или по контракту в течение двух лет. Служба в армии, пустая трата времени или долг родине? Об этом мы спросим у простых челябинцев. Я считаю, что да. Папы наши все, допустим, у нас в семье все служили. Дедушки вообще войну прошли. Ну, то есть как-то, не знаю, все-таки это... Ну, долг родине, наверное, надо какой-то отдавать. Ты же должен. Да. Да. И почему? Как мужчина. Что было? Он защищает, умеет защитить родину. Да, он племя, защищал детей в давние-давние времена. А сейчас это наша обязанность, мужик. Да. Мы должны защищать милых дам, обязательно. Наверное, должен. И почему? Ну, как-то свою страну надо защищать. Защищать страну – это обязанность каждого человека. В первую очередь, ты сам идешь туда осознанно, ну, как я пошел. Меняется смысл жизни, взгляд на жизнь, и мужчина становится мужчиной. Бытует мнение, что только в армии юноша по-настоящему может стать мужчиной. У службы по контракту или призыву есть и другие преимущества. Освоить инженерное дело, научиться выживать в трудных условиях, раскрыть свой характер, ну и в конце концов, просто проявить свой патриотизм.